Во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот, слава Богу, мы уже и дошли в это воскресенье, вступаем завтра, в первый день, в начало Великого Поста. Это особое благодатное время, которое предлагает нам Церковь, учиться познавать свою немощь, свою слабость, свою греховность, для того, чтобы не только умом, но и всей своей душой осознать, прочувствовать необходимость в Спасителе, в Его искупительных ради нашего спасения страданиях, чтобы осознать необходимость и великое благо, великую славу Его славного воскресенья. Святая Церковь нам, вступающим в путь Великого Поста, приводит напоминание Слова Спасителя. Он говорит, прощайте и будете прощены. Если не будете прощать согрешений ближним, то и Отец Ваш Небесный не простит Вам согрешений Ваших. Поэтому будем стараться исполнять это Слово Спасителя, те мелкие какие-то обиды, недоразумения, ошибки наших близких, с кем мы каждый день находимся в общении. Это, конечно, наши домашние и, может быть, соседи, сослуживцы, сотрудники. Вот мы все несовершенны, мы все ошибаемся. Поэтому будем прощать эти мелочи, ради того, чтобы Господь уже, получается, обещает нам не мелкие, а большие грехи прощать. Но если тоже будем знать об этом, что если кто-то из наших близких сделает или скажет что-то такое, что вот трудно это простить просто так, то есть мешает, не нужно смущаться, не нужно думать, что это ошибка, нет. Надо сказать об этом друг другу вежливо, скротко, в рамках заповедей Божьих, то есть обличить, объяснить. очень часто помогает даже в форме вопроса. Не то, что вот ты меня обидел и тем-то, 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 а спросить, вот так и так-то вот поступил, ты я правильно понял? Или сказал ты хоть это слова? А я их вот так понял, это правильно? То есть может оказаться, что человек что-то сказал, что-то сделал, он совсем не думал, что это нас обидит, или унизит, или больно сделает. Такое может быть вполне себе. Поэтому хоть так, хоть тем более, он может быть и понимал немного, о том, что это неправильно. Если он попросит прощения, скажет прости, вот тут надо помнить слово Спасителя, что не до семи раз в день, а 70 раз по семь. То есть бесконечно. Ну а какие-то, опять же вспомним, если между нами недоразумения, которые не стоят таких разбирательств, то будем и так прощать. В надежде на прощение Божие. Далее Господь говорит о том, чтобы мы постились правильно. И как? Он говорит сначала о сборе сокровища, богатства. Что действительно на земле скопить богатство, такое, чтобы его никто не смог украсть, невозможно. Потому что и золото могут украсть, и накопленные ценные вещи могут приходить в негодность. Это, к сожалению, данность нашего временного мира. Господь говорит, собирайте себе сокровища на небесах. То есть духовные блага. А самое главное, духовные блага, и духовное приобретение, которое никто не может у нас украсть, но которое настолько обогащает человека, что и представить себе невозможно. Это познание непостижимого Бога. Запомните. Это самое главное знание. И насколько каждая душа человеческая, вот эту способность, данную Богом, заложенную способность, познавать, постигать непостижимого Бога, бесконечный путь это, вот насколько эту способность в себе будет развивать, вот настолько и в вечности будет дальше развиваться. То есть зависит здесь от нас, от нашего желания. То есть когда мы говорим, что оно все воля Божия, воля Божия есть, чтобы мы Его знали. Но разве все люди Бога знают? Да полным-полно, которые Его совсем не знают и знать не хотят. Наоборот, себя еще оправдывают неправильным о нем мнением. Разве в этом есть воля Божия? Нету. Несомненно. А почему так? Да потому что это желание людей такое. Или нежелание. Поэтому важно в себе воспитывать желание, напоминать самому себе о том, что мы хотим познавать непостижимого, бесконечного Бога. его качества, его свойства, его личность. А проявлением, знаком этого желания будет наш пост. Потому что пост — это внимание. Пост — это не только воздержание, ограничение, но это еще и внимание. Как в земной жизни человек, стоящий на посту, то есть своим вниманием охраняющий что-то, просто необходимо, он вынужден себя от некоторых вещей ограничивать, отказываться. Если он будет с кем-то разговаривать на посту, могут пройти там кто-то, кого не надо пускать. Если он будет питаться там или отдыхать, или спать, тем более. То есть пост — это внимание. Но внимание духовного поста в том, чтобы опять напомнить себе опознание Бога. И в наше время этот совет, это пожелание, оно очень легко осуществимо, особо легко. То есть в течение грядущих дней помимо воздержать определенные вещи по мере сил у кого как получится, может быть и стоит сказать о том, что категорически строго отказываться от растительного масла в будние дни очень не всем это подойдет. Это очень строгий пост, у кого здоровье и силы позволяют. Здесь не в том, что где работает человек, в каких работах. Просто как он себя чувствует. Если вроде бы сильно не работает, вроде бы здоровье есть. А если будет вот без растительного масла и совсем тяжело, так что приходя на службы и внимательности не будет, будет вялость, такое состояние вот совершенно невнимательное. Ну и зачем это надо? Кому такой пост нужен? Поэтому смотрите, разумно к этому относитесь. А вот важно так, чтобы день прошел Великого Поста, поставьте каждый себе какое-то время, 10 минут или 15 минут, где может быть полчаса, если вы можете себе позволить, потратить время на духовное какое-то чтение или слышание, слушание чего-то духовного, размышления об этом. Но обязательно, обязательно, как дневник можно даже завести, это вообще будет прекрасно, если хотя бы две-три строчки написать самому себе отчет, а что нового сегодня я узнал о духовной жизни. Нового. Вот представьте, таких 40 дней будет. Это и будет пост полезный духовный. Можно и то, что вам известно и читанное давно может быть из духовной литературы, может быть 10 лет назад, если его перечитывать, оно удивительно вдруг открываются иногда новые грани, потому что опыт-то меняется у нас у каждого. Это тоже можно делать, не обязательно, незнакомое читать. Но обязательно поставьте себе в задачу хотя бы чуть-чуть опять же приобретение какое-то, то есть обогащение. То есть те, кто торгует, если прошел день без прибыли, это получается день пустой прошел, а Господь нам говорит о богатстве в этих своих словах, о том, что нужно накапливать, поэтому надо не лениться, не откладывать, при этом это состояние поста внимания к Богу, игнорирование земных этих вот увеселений пустых, ненужных, не нужно показывать другим. Господь говорит, все-таки слова удивительные. В Ветхом Завете люди постились так, что это было со стороны видно. То есть это было тоже важно тогда, чтобы показать плач, призвать к раскаянию, к слезам. То есть люди носили драную, плохую одежду, грязную, не мылись, не умывались, не чесались, не расчесывались, плакали, да еще и посыпались себя там пылью, пеклом. В таком понимании это было, так это был не театр, это было действительно воплощение внутреннего состояния. так делали и пророки. Но в заветный момент Спаситель говорит по-другому и по-иному в тайне совершай, чтобы никто не знал, чтобы только Бог это видел. А внешне говорит, умойся и помашь главу свою, то есть помашь, это о чем? Душистым маслом, слышите? Чтобы мы были нарядные, опрятные, приятно пахнущие. в пост. А то часто среди православных ходят такое мнение, что духами там пользоваться нельзя, что не мытым телом нужно в храме пахнуть. Что за вопросы вообще странные? Конечно, когда человек себя так обливает, что с ним стоять нельзя, от парфюмерии тоже глупо, так делать не нужно, но так, чтобы от нас приятно пахло, чтобы никто не знал, что мы только о Боге помышляем. Но внешне это нужно скрывать по-настоящему, когда Господь, быть видящий Отец Небесной тайны, воздаст нам явно. Будем помнить эти советы, эти ориентиры, которые нам дает Господь наш Иисус Христос. Воспоминая имене Адамова изгнания из рая, будем понимать главное, Адам и Ева поддались на соблазн нечистого духа познавать окружающий мир своими силами, без Бога. И очень быстро убедились, что это сплошной самоорман. Господь не против, что мы не только Его познавали, но и то, что Он создал. Он-то, в общем-то, все для нас-то и создал. Но только автор и Творец может по-настоящему познакомить нас с той красотой, с той гармонией, которую Он создал. Поэтому познавая Бога и Творца, мы познаем все. Будем стараться помнить об этом. Это неплохо учиться сомневаться в самих себе, в правильности своих выводов, суждений и о самих себе даже, не говоря об окружающих людях или ситуациях. В наши неспокойные времена в основном почему бывают какие-то волнения от того, что часть людей убеждены в том, что они знают, что у других на уме, что у других в голове и так далее. Даже не сомневаются, потому что они могут ошибаться. Потому что поступки не всегда объясняют внутреннее состояние человека. Ведь мы тоже знаем о том, что поступая плохо любой из нас, разве не скажем по-настоящему истинно, что мы плохие, да нет, ошибся, не сдержался, мы говорим, что мы злодеи, это конечно не так. И мы также честно признаем, когда мы поступаем хорошо, по-доброму, мы что, скажем на себе, что мы хорошие и добрые, да нет, мы знаем, что требуется труд, и мы так делаем не всегда. Вот так же с близкими. Потом умение, способность, память о том, чтобы сомневаться в суждениях, в выводах об окружающем мире, осторожными быть, не спешить. Это хорошая память, потому что прежде чем какие-то выводы пытаться делать, призывать Бога в сердце, в душе, в молитве, чтобы Господь нам наши грехи простил, страсти, успокоил, познавая себя и свою немощь, мы будем не так строго относиться к близким, окружающим нас людям. То есть если мы будем прощать, когда нам трудно это делать, мы будем это делать, мы поймем, как трудно нашим близким нас прощать, когда мы не думаем об этом. То есть будем себя аккуратно вести тогда. Как есть такой параллель можно провести, что очень много людей говорят, как только права получают, начинают сами за рулем ездить, то начинают, когда пешком ходят, осторожнее ходить, понимая, как можно мешать часто, не подумавши. Вот так и здесь. То есть поэтому познание себя и своих слабостей это не путь унижения себя, это не горький путь, это путь радостный, потому что мы познаем необходимость и видим силу, с которой Господь помогает каждому из нас, вразумляет и оберегает и сохраняет. Главное не отпадать от него, иметь желание, вот в то желание постоянно в себе, в котором поколебались о данном его, то есть захотели бы сами по себе попытаться, даже может быть не против Бога, к сожалению, а сами по себе, и уже плохо случилось, а нам постоянно быть с Ним, то есть пусть Он нас научит, наставит, вразумит, сохранит, а мы, будучи даже взрослыми, по отношению друг к другу, будем оставаться по отношению к Богу как маленькие дети, послушные, доверчивые, кроткие, без Него не желающие ступить и шагом. Это и есть путь легкий, спасительный, путь царский и путь духовных радостей и духовных открытий. С наступающим постом!